Всем привет, с вами Жулик. Помните, мы не так давно с вами разбирали тему структурный продукт и его плавники? Так вот, сегодня мы продолжим это делать, но рассмотрим уже не конкретно сами плавники, а механизм наблюдения за ценами на гейт.io. А перед этим вспомним немного теории из прошлых частей. Ну и по классике, не могу мне предложить подписаться на канал Ростикса, тут выйдут еще части по структурному продукту, а также множество других интересных видео. А еще подписывайтесь на телеграм-канал с одноименным названием Ростикса. Здесь вы найдете конкурсы, в которых можно поучаствовать, личные шаги автора и многое другое. Итак, как я и говорила в самом начале, нам стоит вспомнить, что же такое структурный продукт. Акулий плавник, варианты нокаута и немного мы еще затронули в прошлом ролике те самые механизмы наблюдения. Все это необходимо вспомнить, чтобы проще было освоить новую информацию. Начнем мы с определения структурированного продукта. Итак, структурированный продукт – это финансовый продукт, состоящий из продуктов с фиксированным доходом и производных финансовых инструментов, таких как опционы. По сравнению с традиционными текущими и срочными продуктами, структурированные продукты накладывают риски и преимущества производных портелей на основе предначального фиксированного дохода. Таким образом, доходы структурированных продуктов к погашению не являются фиксированием, что обычно определяется ценовыми показателями по связанным активам. Надеюсь, это было легко вспомнить. А теперь определение акули и плавника. Акули и плавник – это основной гарантированный структурированный продукт, и его структура кривой дохода аналогична структуре акули и плавников. По сути, это производный опцион, также известный как нокаутирующий опцион, а не вариант нокаута. Относительно к разновидности барьерных опционов, когда цена базового актива превышает диапазон наблюдения, право недействительна, что также называется выпиванием. Когда цена базового актива не превышает диапазон наблюдения, опцион обычно погашается. Определение нокаута связано с положением на период наблюдения. Общее положение включает непрерывное наблюдение, ежедневное регулярное наблюдение и окончательное наблюдение. И механизмы наблюдения. Это относится к тому, выбила ли наблюдаемая цена диапазон за определенный период времени, а не к тому, выбила ли она диапазон за весь период удержания. Если цена не будет выбита в течение периода наблюдения, даже если будет выбита цена в течение периода отсутствия наблюдения, это будет рассматриваться как финансовое управление не будет выбито. Используя механизмы наблюдения за ценами, пользователи с большой вероятностью получат высокую норму прибыли от управления финансами Вот мы освежили нашу память, приступаем к основной информации Теперь разберем тему о механизме наблюдения за ценами на Gate.io Недавно Gate.io финансовый центр запустил несколько основных гарантированных структурных продуктов Включая Выкни Шаркфин, Дейли Шаркфин и Булли Шаркфин и другие Такие структурированные продукты накладывают риски и выгоды производного портфеля на основе первоначального фиксированного дохода Таким образом, доходность к погашению продуктов не является фиксированной и тесно связана с ценовым показателем связанных активов В соответствии с изменением цены связанных активов, как только цена превысит согласованный диапазон наблюдения Продукт будет выбит, что повлияет на конечный доход Поэтому стандарт нокаута стал важным фактором, влияющим на уровень доходов пользователей В целях улучшения возможностей пользователей получать наибольший доход и повышение общей финансовой доходности Gate.io вводится механизм наблюдения за ценами До сих пор в общей сложности 4 ежедневных финансовых продукта Шаркфин попали в ценовой диапазон, из которого 2 получили окончательный годовой доход до 15,5% В обычных структурированных продуктах, как только цена связанного актива превысит диапазон наблюдения, финансовый менеджмент выйдет из строя Взяв в качестве примера следующий рисунок На второй день периода финансового управления цена связанного актива выбивает диапазон наблюдения вверх, и пользователь не может получить более высокий доход На следующем рисунке мы видим, что хотя цена связанных активов превысила диапазон наблюдения на второй и четвертый день, в конце концов активы не были выбиты Как было замечено, цена находится в пределах диапазона наблюдения в каждый момент времени наблюдения, и пользователи получили более высокие преимущества Это преимущество использования Gate.io механизма наблюдения за ценами А на этом на сегодня все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующую часть про то, как посмотреть сам механизм на конкретный товар, и пока-пока!